Мысли веры. 1 марта. Мотивации. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам Слово примирения. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву из-за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, с 18 по 21 стих. Нам дано служение примирения и Слово примирения. Мы, посланники, представляющие небеса, Новый Завет и Новое Творение. Все это даровано нам Иисусом Христом через крест. О, как велика любовь Христова, никогда не вменяющая нам греха! Подумайте о том, что служит для нас побуждающей силой. Божья любовь, Божье Слово, судьбема и почтение к Богу. Мы не знаем ни одного человека по плоти. Мы живем в новой твари, и мы преданы служению примирения. Таковы наши мотивы, и на этом основана наша праведность. Если я наделен праведностью завершенной работы, то мне безразлично, кто и что обо мне думает. Важно лишь одно, хожу ли я в своей непорочности. Даже в огне самых страшных бед Иов никогда не сводил глаз с завершенной работы. Движущей силой для него была реальность. Он знал, что Искупитель его жив. Книга Иова, 19 глава, 25 стих. Карл Стивенс Карл Стивенс